всем привет всем огромный привет из канады итак сегодня мы пойдем примерять новогодние аутфиты может быть немножко рано но на мой взгляд в самое 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 время вон санта клаус уже на месте сидит фотографируется с детьми помните я в прошлом видео говорилось показывал это место и говорил не знаю будет в этом году не будет но вот видите санта клаус на месте слава богу правда в маске что выглядит достаточно странно конечно и дети все в масках в общем конечно какой-то сюр вообще-то выглядит но тем не менее то что есть куда же мы пойдем ну конечно в зару зарочку любимую где еще можно найти самые невероятные яркие блестящие костюмы платье и так далее и по дороге к ним вот я собственно уцепилась за два пальто в заре которые мне очень понравились одно бесподобного голубого цвета вот это кстати цена в евро у нас иногда попадаются вещи на которых цены в евро а вот эта цена в наших долларах вот вы понимаете какая разница в два раза у нас цены цена нашего доллара по отношению к евро так вот пальто голубое шикарное и пальто цвета гобелен не цвета верни ткани гобеленовой ткани цветах каких-то такой разноцветные какой-то немножко этнический рисунок в общем потрясающее пальто я конечно не удержалась и померила его и вот прямо возле заровского огнетушителя я влюбилась в это пальто от всей души стоит он 200 долларов конечно многовато я подожду распродажи если довисит ну а не довисит так придется придется жить без этого пальто мое сердце будет разбито конечно но что делать не хочу я давать 200 долларов за пальто который в принципе такое в общем-то не на каждый день по традиции показываю вам свой аутфит это мой пуховик тоже из zara в прошлом году я его купила очень люблю очень комфортно очень теплый при этом выглядит современно модно на поясе такое знаете необычный пуховик и внизу у меня такой кардиган на пуговицах со стразами очень нарядно я в общем-то при оделась по случаю потому что шла мерить новогодние аутфиты и подумала ну вот как раз я тоже одену что-нибудь красивое юбка такая многоярусная тонкая очень мне нравится прикрывает животик очень удобно вот носить все ее на какие-то торжества где есть и да где мы где мы в общем-то брюшко набиваем так вот все прикрыто и вот так вот я была одета на работе я шла с работы девочки которые живут в канаде часто меня спрашивают куда я хожу в таких нарядах я так хожу на работу у нас это не очень принято но я хожу все мои уже привыкли на работе давайте посмотрим что я принесла в примерочную вы видите много блесток много шелков много красивых ярких цветов сиреневые расшитые пайетками все в общем все для нового года все как мы любим потому как куда еще как не новый год одеваться в такие наряды и первый комплект который мне очень понравился просто очень это юбка с кофт юбка с кофтой это не платье два как бы два писа две вещи очень красивые очень такой элегантно необычная бы сказала немножко такой знаете напоминает бельевой стиль благодаря кружеву наверное но очень красивого фасона блузка она такая на поясе на поясе на талии и очень широкие такие кимоно рукава обшитые кружевом очень мне понравилось торчит конечно же живот в нем виден немножко в этой юбке но это атлас в атлас атлас всегда подчеркивает всякие недостатки фигуры очень сильно но поверьте мне что это вот на камеру и в зеркало в жизни немножко получше я вообще хочу сказать что на камеру много чего выглядит не так как в жизни некоторые вещи выглядят лучше некоторые вещи выглядят хуже и это очень как бы имеет большое значение когда вы смотрите видео и потом вы идете сами что-то примерять все это конечно нужно примерять самыми самим но получить представление о том все таки как вещь выглядит по отношению к разным фигурам и к разным комплекциям можно и по видео и вообще я считаю что любую вещь конечно примирять потому что иногда на вешалке или на ком-то выглядит очень красиво она вас выглядит так себе потому что все конечно разные фигуры но вот этот комплект конкретно очень мне понравился я прям влюбилась в него потому что есть ним что такое знаете утонченное и элегантное я хочу вам сказать чтобы в принципе можно носить как на выход так и не очень то есть как на новый год так и на какие-то другие события которые не такие торжественные вот но как бы в принципе и на новый год тоже можно принесла я с собой еще такой блестящий расшиты пайетками черный пиджак который стал гвоздем моего сегодняшнего показа потому что я примеряла его со всеми почти своими аутфитами я вам хочу сказать что он действительно ну вот ко всему подходит и с чем вы его не наденете такую вещь если вы купите и в общем то больше ничего не надо даже джинсом если вы наденете такой пиджак то в принципе вы вполне можете уже пойти куда-то на новый год на на какое-то празднование отмечание потому что вот такая вот вещь она придает нарядности любому абсолютно образу при этом он черный то есть он как бы строгий он не очень яркий и он ко всему абсолютно ко всему подходит при этом он вот с пайетками которые не выглядят как-то дешево и безвкусно опять же видимо благодаря тому что цвет такой или как-то они так он так сделан какие-то пайетки неплохие и у него очень хороший крой он достаточно в меру длинный в меру оверсайз он не очень большой он в принципе немножко оверсайз потому что я примеряла размер medium и принципе он как бы не у них не то что сидит очень широко но довольно так свободно сидит так я пока показываю это этикетка от блузки с кружевами стоит она 60 долларов и сшита она очень интересно сбоку у нее замок молния идет от подмышки до конца вот этого пояса застегнуть было довольно трудно затруднительно но в общем я как-то извертелась выкрутилась и застегнула но это не некоторое такое неудобство с одной стороны с другой стороны удобства потому что без замка и вообще на себе не наденешь и юбка к ней вот это вот с кружевом тоже примеряла я размер large стоит она 80 долларов очень красивая вещь но по составу стопроцентный полиэстер и блузка и юбка красивое кружево красиво сделано вот такими вот так не просто пришита фигурно вот следующий мой аутфит шокирующий для смелых девушек для очень смелых девушек я на самом деле эту юбку взяла в зале я как-то не распознала что она настолько коротка хотел даже не включать это видео потом подумала ну ладно повеселю вас и себя я одно с вами примеркой вот этой юбки это конечно extreme при этом она как-то интересно очень сделано она спереди и сзади длиннее а с боков еще короче то есть вообще как бы она и так короткая а сбоку она вообще просто еле еле что-то прикрывает ну это конечно так для прикола я примеряла на самом деле просто как идея опять же с этим пиджаком если вы наденьте какую-то вот юбку допустим короткую не такую может быть короткую ну в общем короткой той длины которая вам комфортно вот цветную или вышитую или какую-то такой разноцветную и вот этот большой длинный пиджак сверху выглядит будет достаточно нарядно и симпатично особенно если бы я надела вот черные колготки непрозрачные наверное это выглядело бы немножко лучше потому что на мне прозрачные колготки это совсем как-то не очень а вот совсем такими толстыми непрозрачными колготками и наверное с грубыми ботинками так любят говорить наши стилисты они вот с такими вот на каблучке ботиночками, выглядело бы, наверное, немножко получше. Но, в принципе, юбка очень красивая. Если вас она интересует, то вот ее номера. Примеряла я размер large. Можно было даже и extra large, потому что, может быть, она была бы подлиннее. Стоит она 60 долларов. Бесподобно, конечно, красиво расшито. Очень это все красиво. И внизу она отделана таким кантиком из бархата. В общем-то, хорошо сделана. Ну, вот этот очень странный фасон. Во-первых, длина. Во-вторых, спереди и сзади она длиннее, а с боков короче. Вы видите, вот как вырезано странно. Ну, так вот дизайн сработал. Очень интересный комплект. К этому пиджаку есть брюки. И я вам хочу сказать, что вот такое сочетание искала в брюках карманы. Кармана в брюках нет. Вот это сочетание, прям я должна сказать, что я прям даже удивилась, насколько оно как бы удлиняет силуэт и удлиняет ноги. В общем-то, выглядит очень хорошо, очень элегантно. Хотя, в принципе, ты, конечно, тоже не на каждый день такой не наденешь. Это абсолютно такой праздничный комплект. Но, с другой стороны, за счет цвета, вот того, что он черный, это не так бросается в глаза, эти пайетки. В принципе, очень выглядит хорошо. И брюки, конечно, мне очень длинные. Мне надо было бы их укоротить и обрезать, потому что все брюки практически в зале мне очень длинные. но, как вы понимаете, может быть, можно было бы надеть более высокий каблук, тогда бы не надо было их отрезать. Но, в общем, вот комплект шикарный, я вам должна сказать. Можно надеть с черным топом, можно носить с каким-то другого цвета топом, может быть, красным, ярким или белым. Там, кстати, были такие топы красные тоже в пайетках, коротенькие такие, с голым животом. Я не рискнула его примерять, как вы понимаете. Хочу сказать вам, что брюки эти очень удобны. Видите, как они переливаются, как диско-болл такой черный. Стоят они 60 долларов. Примеряла я размер large. И я хочу сказать, что они очень удобные. Они прям как спортивные брюки. Вот внизу у них пришит на талии такой трикотаж. И сделаны они из такой ткани тянущейся, что в них очень удобно. Я прям их на себе не чувствовала. У них можно сидеть, кушать, танцевать и все, что угодно. И они совершенно не жмут, нигде не давят. Но и, в принципе, выглядят как брюки, а не как ритузы. Следующее – это платье-комбинация, конечно же. Я вам хочу сказать, что в ЗАРе все вот эти вот платье-комбинации, которые у меня есть, я всегда укорачиваю шлейки в них или ушиваю вырез, потому что выреза в них огромный такой декольтаж, прямо как, знаете, дама из дома терпимости. Ну, что сказать про это платье? Оно, конечно, меня как-то тоже увеличивает. Видимо, из-за того, что это ткань атласная, она всегда увеличивает. Не знаю, какая-то я в нем прям такая, знаете, тетя-мотя, такая большая. Оно сделано интересно тем, что у него сбоку есть такие пуговички маленькие, пришиты, и идет большой разрез. Это, конечно, очень красиво, очень женственно. Вот этот большой вырез, опять же, повторюсь, но как-то вот я в нем такая какая-то большая женщина, широкая. И чтобы как-то это дело немножко нивелировать, я надела, опять же, сверху, конечно же, прям просится вот этот самый пиджак с пайетками. И он, конечно, все намного изменил в лучшую сторону, я считаю, потому что прикрылся, во-первых, декольте, во-вторых, вот бедра, и все, что торчало и выделялось, в общем-то, можно им прикрыть этим пиджаком. Опять же, платье на шлейках, если мы говорим о новом годе, то это зимой, это холодно, как правило, всегда хочется что-то надеть сверху, потому как очень открытые плечи и руки, в общем-то, можно замерзнуть в декабре. А вот этот пиджак, он как бы решает очень много проблем и утепления, с одной стороны, и с другой стороны, для немножко прикрытия каких-то частей тела, которые не очень хорошо выглядят в определенной одежде. Плюс еще в том, что у пиджака такая длина, что как раз вот он доходит до начала разреза на ноги, и это выглядит очень пикантно. Длинный пиджак и вот такое вот платье с разрезом вместе выглядит красиво. Сняла вам это платье, стоит оно 49 долларов, вообще совсем даже не дорого, это уже размер large я примеряла. В принципе, по размеру оно мне хорошо, единственное, что вот очень большой вырез, очень большой декольте, шлейки вот эти очень длинные, конечно, я бы все это укоротила, и в нем нету молнии. Ну вот так странно, но я как-то в него все-таки влезла спокойно, совершенно в размер large, без молнии, и в принципе, так не чувствовала, что где-то я застреваю в нем. Следующее платье, это опять небольшая такая, небольшая неудача, и большая неудача, я даже не знаю, как сказать. Во-первых, потому что это размер medium, мне, конечно, нужен был бы large, но large не было в магазине, в наличии, и я примерила то, что было, но я даже не знаю, спасло бы его то, что оно было бы больше размера, оно было бы определенно длиннее, но вот этот вот вырез спереди, как бы платье такой с запахом, и как-то он плохо сидит, лежит, я не знаю. Я пыталась его и так, и эдак всячески пристроить, чтобы он выглядел как-то аккуратно и опрятно, потому что сейчас вот это все выглядит как-то скомканно, как-то неопрятно, в общем, не знаю. Естественно, я вниз оставила внизу свой топ, потому что так вообще все на выкате, и не знаю, имеется ли это так в виду. Конечно, может там что-то зашить, пришить, какой-то булавочкой, брошечкой приколоть, но я не знаю, нужно ли это. Опять же, возможно, что больше размер спас бы ситуацию, но вот то, что есть. Платье тоже такое коротковатое, причем, опять же, сзади оно еще даже короче, чем спереди, что вообще как-то все это очень неудобно, по-моему, особенно, когда вещь сзади короче, чем спереди, которая вещь и так короткая, то, в общем-то, тылы хочется немножко прикрыть. Я попробовала его надеть со своей юбкой, чтобы это выглядело как блуза, ну, тоже как-то что-то не туда и не сюды, в общем-то, сверху, опять же, этот вырез какой-то невнятный, длина такая, что вроде бы и для платья коротко, для блуза длинновато, может быть, с другой юбкой можно было бы попробовать. Я решила его попробовать вот с этой юбкой, с пайетками, приложила и так, и эдак, потом решила померить, ну, как-то не померила, а просто решила приложить к себе, в общем-то, все у меня это упало, ничего не держалось, в общем-то, девочке получилась такая конфузная ситуация, что-то я пыталась эту юбку, это платье как-то сделать более носибельное, чтобы их можно было носить, эти вещи, и решила я примерить эту юбку сверху на платье, то есть вниз, может быть, не очень, потому что юбка, на самом деле, как я поняла, короче, чем это платье, то есть смысла надевать ее вниз не было, поэтому я ее так приложила, вот изображая то, что она как будто бы, если бы она была длиннее, а сверху я ее надела, и получилось, абы что? Моя попытка из двух несуразных вещей собрать одну суразную не удалась, по-моему, потому что получилась одна несуразная вещь надета сверху на другую несуразную вещь, вот две несуразные вещи собраны вместе, это не сделало их более удобными, более практичными и более суразными, так скажем, для носки, но тем не менее, если вас интересует вот это платье, то оно стоит 80 долларов, немало, размер medium, как я уже сказала, я примеряла, выглядит оно, видите, вот такая у него конструкция, оно с запахом внутри на завязочке, такой сверху вот завязывается этот бант на этот узел, и, кстати, оно из стопроцентной вискозы, это единственная вещь, которая не была абсолютно синтетическая, у него очень красивые пуговицы, кстати, на манжетах, видимо, поэтому оно стоит 80 долларов, потому что оно сделано из вискозы, все-таки не синтетика. Еще одно платье, которое немножко треснуло, когда я его пыталась на себя натянуть, потому что тоже молнии в них никаких нету, сделано оно интересно довольно, вот такие вот, знаете, защипы по швам боковым, что, в принципе, призвано уменьшить живот, я вам хочу сказать, что он действительно воскрывает, вот я повернулась в профиль и так и эдак, и живот не торчит в нем, хотя в платье такого фасона мой живот должен был бы торчать, насколько я знаю свой живот. Я должна сказать, что оно, конечно, как с красной дорожки, такой мини-голливуд немножко, а единственное, что мне в нем не очень понравилось, ну, не единственное, одна из вещей, которая мне не очень понравилась, это то, что в нем горло такое, как будто бы высокое, и сзади две пуговички, которые я так и не смогла застегнуть на себе, потому что они очень маленькие, и, в общем-то, это очень неудобно, и решила я тоже приметь его с этим пиджаком, чтобы как бы немножко скрыть его сильное облегание, потому что несмотря на вот эти вот рюши в швах, живот-то не торчит, а задняя часть прямо очень облегает, прямо очень, поэтому надо желательно чем-то это все прикрыть, и я надела этот пиджак, и вот вы знаете, две вещи в пайетках выглядят, в общем-то, не страшно, я думала, что это будет какой-то цирк вообще попугайский, но, не знаю, может, за счет того, что цвета такие не очень яркие, то выглядит это не так уж и плохо, хочу сказать про качество пайеток, вот за все время моих примерок, вещи, которые я снимала, одевала, этот пиджак я несколько раз надевала на себя, никаких пайеток с меня не посыпалось, и все, в общем-то, держалось довольно крепко, вот показываю вам фасонного платья, вы знаете, как оно сшито, видите, такие защипы в рюшах, на вешалке это выглядит не очень, а в жизни, в общем-то, помогает скрыть некоторые детали вашего тела, стоит оно 80 долларов, размер large, я примеряла это платье из коллекции праздничные дни, или как-то так вот это переводится, видите, вот эти пуговички сзади сверху, которые просто очень трудно застегиваются, и это очень большой недостаток этого платья, решила померить и этот пиджак, гвоздь сегодняшнего показа со своей юбкой, тоже получилось хорошо, то есть, как вы видите, вот этот пиджак, он абсолютно-абсолютно мультифункционален, его можно носить с очень многими вещами, его можно, как это называется у нас, дресс-ап и дресс-даун, то есть, из него можно сделать очень нарядный комплект, и менее нарядный комплект, его можно носить на разные торжества, совсем такие нарядные, праздничные, как Новый год, и можно, опять же повторюсь, если вот с джинсами, или вот с какой-то строгой черной юбкой, то есть, его можно носить просто на какой-то выход в ресторан, или куда-то, в общем-то, не особо выглядит он так уж сильно, очень нарядно, решила я вот так еще его снять, в полный рост эта юбка, действительно, мне очень понравилась эта вещь, потому что он действительно очень-очень ко мне, ко всему подходит, его можно носить на разные случаи жизни, стоит он не дешево, 99 долларов, это немало, примерял я размер medium, но я вам хочу сказать, что если вот вам нужна такая вещь нарядная, которую вы можете носить везде и всюду, то вот этот пиджак очень-очень подходящий, для такого случая, пуговицы, как вы видите, вот такие обычные, на манжете пуговиц нету, пайетки, еще раз повторюсь, пришиты крепко, не осыпались, не отвалились, ничего такого не было, как в платье в этом сиреневом, так и в этом пиджаке, так же и в брюках, так что вот, такие вот у нас сегодня были примерки, девочки, пантомим прощания, как всегда, очень надеюсь, что вам понравилось, что вам было полезно, что вам было интересно, а на сегодня все, с вами была ваша Дита из Канады, люблю, целую, пока-пока-бай! Субтитры сделал DimaTorzok